Слепая кишка с аппендиксом номер 1 Конечный отдел подвздошной кишки номер 2 Восходящая ободочная кишка номер 3 Поперечно-ободочная кишка номер 4 Нисходящая ободочная кишка номер 5 Сигмовидная ободочная кишка номер 6 Прямая кишка номер 7 Из верхней брюжеточной артерии номер 8 И нижней брюжеточной артерии номер 9 Кровоснабжаются отделы ободочной кишки Артерия элеколика номер 10 Идет к илеоцикальному углу конечный отдел подвздошной Слепая с аппендиксом Артерия колика декстра номер 11 К восходящей ободочной кишке Артерия колика медиа номер 12 Поперечно-ободочной кишки Правая 2 третьих Артерия колика синистра номер 13 Из нижней брюжеточной артерии К левой 3-й поперечно-ободочной и нисходящей ободочной кишке Артерия сигмовида номер 14 К сигмовидной кишке Артерия ректалис супериор Конечный вид нижней брюжеточной артерии номер 15 К верхней части прямой кишки При левосторонней гемиклонектомии С учетом покрытия брюшиной и кровоснабжения Удаляется левая 1 треть поперечно-ободочной кишки Нисходящая ободочная И часть сигмовидной кишки Первый этап оперативного приема Мобилизация удаляемого участка Когда перевязывается и пересекается кровоснабжающие его сосуды И рассекается париетальная брюшина На втором этапе Собственной эктомии Пересекается поперечно-ободочная Сигмовидная кишка В указанных местах И весь блок удаляют На завершающем этапе оперативного приема Восстанавливается непрерывность кишечной трубки Накладывается Трансверсия сигма-анастомоз Конец в конец Так как одинаковые диаметры соединяемых отделов Позволяют это сделать Применяется трехрядный шов Первый ряд сквозные швы Второй, третий чистые всерозно-мышечные швы